Привет! Меня зовут Елена Коваленко и я эксперт в области бизнеса и женского успеха. Знаешь, почему ты сейчас смотришь это видео? Просто тебе ни на что не хватает времени. И я дам тебе очень легкую и интересную систему, благодаря которой ты сможешь успевать намного больше. И твой день будет намного плодотворнее, а спать ложиться ты будешь с чувством выполненного долга. Кстати, я решила завести телеграм-канал для женщин, которые занимаются саморазвитием и хотят все успевать. Подписывайся прямо сейчас и получай от меня различные лайфхаки и веселые женские штучки. Описание канала под этим видео. Кстати, еще это видео не будет работать без первой части. Ведь там я рассказала, на какие 5 тем надо поделить планирование твоих жизненно важных дел. Ну а теперь я расскажу, как применить все то, что мы выписали в действии. Итак, запомни, главное правило управлением времени. Надо успеть сделать не все, а успеть сделать главное. Все задачи еще не сделал ни один человек, так как задач, как правило, больше, чем имеющегося времени. Важно сделать именно главное, то, что дает 80% результата. Весь тайм-менеджмент сводится к 4 постулатам. Планируй, выделяй главное, назначай время и действуй. Все тренинги и книги рассказывают именно об этом, только под разными углами и с разных ракурсов. Тебе нет смысла читать тонну книг или проходить кучу тренингов. Просто используй два моих коротеньких видео, как инструкции, и ты узнаешь и внедришь все самое необходимое, чтобы тайм-менеджмент начал эффективно работать на тебя, а не ты на него. Без лишних замудренностей и долгих мучений. Погнали! Итак, первое. Прямо сегодня запиши все дела на неделю. Для этого возьми свой блокнотик. Желательно прописывай все в своем волшебном красивом блокнотике. Или можешь использовать гаджеты, если тебе так комфортнее. Я лично люблю классику. Получаю от писанины, свой любимый ежедневник, большое удовольствие. А ты помнишь из первой серии моего видео, что для женщины очень важно творчески подходить ко всем процессам и делать все кайфуя. Итак, сначала берем 7 страниц, столько дней недели. Затем каждую страницу делим на 3 колонки. Первая колонка самая это часы. Например, 9, 10 и так далее. Вторая колонка это дела с дедлайном. То есть то, что уже намечено на определенное время по сферам твоей жизнедеятельности. Например, в понедельник у тебя назначена бизнес-встреча на 12.00. Запиши. Если ты мама, то возможно есть четкое время режима твоего малыша. Пропиши все действия на неделю вперед. Например, прогулка в 12.00. Обязательно выпиши все на неделю вперед. Чтобы ничего не забыть, используй свой список, о котором мы говорили в первом видео. Надеюсь, ты помнишь про 5 видов жизненных планов. И вот остается третья колонка. В ней ты тоже выписываешь все дела, начиная от самых важных. Например, прием витаминов, занятия спортом, проведение времени с семьей. Это дела без дедлайна, без привязки ко времени. Ты используешь опять наш предыдущий список про 5 видов жизненных планов. Вписываешь все важные дела туда, где время не занято к делам из второй колонки. Например, прием витаминов. Это третья колонка. Ее можно приурочить к приему пищи. Вторая колонка. Теперь возьми цветной маркер и выдели все реально важные и значимые для тебя дела, выполнение которых приведет тебя к желаемым целям. Например, у меня есть цель выйти на определенный доход. И я знаю, что обучение онлайн-системам, работа с командой – это основные дела, которые быстрее всего приведут меня к целям. Также я хочу поднять свой иммунитет. Прием витаминов и спорт также в этом мне помогут. Поэтому я выделяю все дела, связанные с этим цветным маркером. И что же я вижу? Есть дела, которые я хотела бы успеть сделать, но они не выделены. А значит, я не грызу себя в конце дня, что я их не сделала. А наоборот, благодарю и хвалю себя за выполненные дела. Каждый день, выполняя какое-либо дело, ты ставишь яркую красную галочку возле него. Или можешь просто вычеркивать. Оставшиеся дела ты можешь распределять по оставшимся дням недели. А можешь просто о них забыть, если они реально оказались не особо важными. Самое главное, в конце каждого дня ты должна благодарить себя. Если сделала хотя бы половину из всех дел. Это очень классный результат. Поверь, ты постаралась. Ты огромная молодец. И ты не запрограммированный робот, который должен делать все на 100% идеально. В расписание дня вписывай, какой подарок ты себе подаришь. Например, вкусный фруктовый салатик со взбитыми сливками. Или ванну с пеной. Или полчаса дебильного, но такого интересного сериала. Это только твои желания. Ты знаешь сама, чем себя отблагодарить. А еще напиши, какой бонус ты получишь от себя любимой за выполнение хотя бы половины сделанного за неделю. Если я всю неделю буду выполнять хотя бы половину заданий, я получу новый комплект белья. Или новая платьичка. Или, или. Это должно быть то, чего тебе реально очень хочется. Такие подарочки самой себе стимулируют. Можно сказать, ты даешь самой себе волшебного пенделя. Причем в хорошем смысле этого слова. А с каждой неделей увеличивай процент сделанного, но постепенно. Например, балуй себя только если ты сделала не половину всех дел, а уже половину плюс одно. Таким образом, ты очень плавно и безболезненно будешь увеличивать свою ответственность и работоспособность. А еще одно классное правило. Не зваливай все на себя. 20% всех дел ты всегда можешь поручить другим людям. Семье, друзьям, партнерам. Люди любят помогать. Это заложено в их генетическом коде. Например, ты можешь попросить мужа помочь тебе с уборкой. Конечно, ласково и нежно, без командного тона. Мужчины это не любят. Старшего ребенка можно попросить покормить младшего. Пусть поиграют в маму и малыша, например. А за это еще и поощрить старшенького чем-то сладеньким. Подводя итоги, скажу. Преврати планирование в интересную игру. Учи планированию, как игре своих детей. И ты посмотришь, как твоя жизнь заиграет яркими красками. Ты уже не сможешь жить по-старому. Непродуктивно и безответственно. Погрызая себя и всех вокруг своим неудовлетворением от жизни. Кстати, я покажу пример под этим видео, как я делаю сама себе планирование. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить мое следующее видео. Ставь лайк, ведь я искренне делюсь тем, что у меня работает. И смело задавай вопросы в комментах под этим видео. Живи кайфуя. Пока-пока. Тебя развлекала я, Елена Коваленко. Субтитры сделал DimaTorzok